С праздником вас, дорогие братья и сестры! Сегодня на библейском портале Экзегет мы говорим о одном из величайших событий древней священной истории о Рождестве Пресвятой Богородицы. Вот какое удивительное дело, церковный год начинается по Ильянскому календарю 1 сентября, то есть 14 сентября по Григорианскому календарю. И буквально уже через неделю, через семь дней мы встречаем первый из великих праздников, именно Рождество Пресвятой Богородицы. А почему этот праздник первый? Да именно потому, что без Божьей Матери Христос не пришел бы в наш мир. И это праздник о самой главной нашей маме, если говорить в духовном смысле. Вот вспоминается мне один знакомый, который стал академиком, и его близкие люди спрашивают, а есть ли кто-то выше академика? И он отвечает, выше академика – мама академика. Потому что от мамы каждый из нас родился. Мама – это самая главная наша радость в жизни. И без мамы каждый человек, если вот он действительно без мамы, он сирота, каким бы он ни был. И вот этот праздник, Рождество Пресвятой Богородицы, он говорит нам о том, что Божья Матерь пришла в этот мир, и через нее уже даются все остальные духовные радости. И Боговоплощение, Сын Божий стал Сыном Человеческим, благодаря только Пресвятой Богородице. Вот насколько велик значим этот праздник. Но удивительно, если мы смотрим Священное Писание, мы практически ничего не узнаем о жизни Пресвятой Богородицы. Она всегда оставалась в тени своего Сына, она отличалась удивительным смирением. И только из церковного предания, из древнего предания мы кое-что можем узнать. А именно, мы знаем, что ее родители святые Иоаким и Анна. Причем отец Иоаким, он был царского рода, в том смысле, что он происходил из рода царя Давида. Конечно, ко времени рождения Пресвятой Богородицы уже никто из рода Давидова не царствовал. Более того, царствовал Ирод. Он был и думеянин, и притеснял всех, подозревал какие-либо притязания на власть, в ком видел претендентов. Но, тем не менее, дети, потомки царя Давида, они пользовались уважением среди простого народа. И вот Иоаким, он был как раз из рода царя Давида. А Анна, мама Пресвятой Богородицы, она принадлежала роду первосвященника Аарона, из священнического рода. Вот так в лице Божьей Матери соединились две линии – царская, священническая, родословная, и поэтому от нее и родился Христос как истинный царь, как истинный первосвященник и как истинный пророк. Мы знаем, что царь Давид, он был не только царь, но и пророк еще к тому же. Так вот, эта супружеская чета Иоаким и Анна прожили вместе 50 лет, и при этом у них не было детей. Это и сейчас для многих является огромным горем, жизненной трагедии, а в то время тем более. И вот можно понять скорбь Иоакима по такой вот известной из преданий информации. Вот он пришел принести жертву, а первосвященник отказал ему и сказал, я не буду принимать твою жертву, потому что ты не дал потомство Израилю. Считалось так, что если у тебя нет потомства, то значит ты в лице своих детей не сможешь встретить Мессию, ты не сможешь приобщиться царству Мессии, спасителя мира. И это в каком-то смысле воспринималось как позор. И вот Иоаким слышит эту страшную фразу, что ты не дал потомство Израилю, и он в горести уходит в пустыню и начинает там молиться, чтобы Господь все-таки явил свою милость. Он вспоминает праотца Авраама, который, будучи уже почти столетним старцем, все-таки Господь дал ему обетованного сына Исаака. Авраам стал отцом всех верующих, и Аким он молится подобно Аврааму. А в это время его супруга Анна, она тоже предается усиленной молитве дома, и она вспоминает, что и вот у птиц рождаются птенчики, и у животных свои детеныши, и воды, которые исходят из земли, источники вод, порождают новые воды. И вот только у меня нет детей, и из-за этого она тоже чувствовала как бы некую конечность, обреченность своей жизни. И тут ей является ангел. Ангел также явился и Акиму. В одно время им было это ангельское явление. Им было сказано, что Господь услышал их молитву, презрел на их скорбь, и им будет дана дочь, имя которой Мария. И она станет известной по всему миру. Вот такое было предсказание. После этого Иоаким возвращается в Иерусалим, Анна встречает его возле золотых ворот. Это те самые ворота, через которые впоследствии, царские ворота, через которые впоследствии сам Христос вступит в город Иерусалим и будет встречен как царь. Это вот вход Господень в Иерусалим. Интересно отметить, что и сейчас по преданию сохраняется вот то место на северо-востоке старого города Иерусалима, где предполагается был дом святых Иоакима и Анны, и где родилась Пресвятая Богородица. Там действительно сохранились такие вот древние помещения, и там устроен православный храм. И вот по такой вот молитве, благодаря удивительной вере святых Иоакима и Анны, им дается дочь, как возлюбленное чадо Божие. И мы можем вспомнить из Священного Писания предсказания еще древних пророков. Еще в раю, когда вот люди только согрешили, уже было сказано, что семя жены сотрет главу змия. Змей — это кто? Это дьявол. Вот как змей, он изворотлив, он неожиданно может укусить, ужалить, и человек может умереть от его яда. Вот так и дьявол изворотлив в своих искушениях. Он может ужалить человека каким-то своим прирожением дьявольским, и его яд — это греховная сила, которая входит внутрь души и отравляет душу. И победить дьявола можно только Божьей благодатью. А чтобы стяжать Божью благодать, нужно иметь сердце чистым. И вот таким преизобильным сосудом чистоты как раз и стала Пресвятая Богородица Дева, Дева Марии, которая родилась от святых Иоакима и Анны. Вот некоторые люди сомневались и размышляли, может быть, Пресвятая Богородица когда-либо согрешила даже мыслью. И вот преподобный Силан Афонский, он тоже однажды размышлял об этом. И на одном из богородичных праздников, когда вот он усиленно молился как раз Божьей Матери. И когда к нему пришли вот такие вот помыслы, может быть, хотя бы мыслью когда-либо Божья Матерь согрешила. И вдруг ему дано было удивительное откровение свыше, которое просияло в его сердце. И ему было сказано, Божья Матерь никогда не согрешила даже мыслью. То есть это всецелая верность и в мыслях, и в сердечных чувствах, и воля всецело следовала за волей Божией. Поэтому действительно Пресвятая Богородица, наверное, за всю историю человечества оказалась единственным человеком, который не согрешил даже в мыслях. И вот причина, по которой Господь ее предызбрал, и по которой именно она и стала Матерью Христа. Христос есть чистейший из чистых, но родиться он мог только от чистейшей Матери. Такова Пресвятая Дева. И в ее лице исполнилось пророчество, а точнее введение, данное праотцу Иакову, когда он видел лествицу, то есть лесенку, простирающуюся до небес, к самому престолу Божию, и ангелы Божии восходили, не сходили по этой лестнице. Вот эта лестница, она соединила небо и землю. Вот так Пресвятая Богородица, она, подобно этой лествице, соединила небо и землю, потому что через нее Бог посредством нее воспринял человеческое естество и стал сыном человеческим. Он Бог и человек, в нем соединены небо и земля, и через Христа мы все можем тоже приобщиться к небесным обителям. Вот, дорогие братья и сестры, праздник Рождества Божией Матери, говорит нам о том, что даже святым людям, даже избранникам Божьим, каковыми были Иаким и Иоанны, им тоже давались сложнейшие жизненные испытания. Вот 50 лет они не имели детей, но при этом они не впали в отчаяние. Они только усилили свою молитву, они сохраняли верность Богу, и за это Господь им дал дочь, которая стала возлюбленным чадом Божиим и послужила как Матерь самого Христа. Вот если каждый из нас в своих каких-то жизненных скорбях, неприятностях, случающихся страданиях, лишениях, будет хранить верность Господу и обращаться с молитвой, то и нам Господь подаст какое-то нам необходимое утешение и возвысит так, вот как возвышены были святые Иаким и Иоанна. Ну и еще, конечно, этот праздник говорит о том, что каждый младенец, он ценен в очах Божиих. Вот сколько сейчас совершается абортов. Налево и направо готовы убивать своих собственных детей, а может быть, каждое вот такое чадо — это тоже избранник Божий, и может быть, это неродившееся чадо могло бы стать великим молитвенником, ходатаем пред Богом за народ, и Божье благословение тоже посетило бы нашу страну, нашу Отечество. Но мы сами отсекаем этих детей, не даем им возможность послужить здесь Богу, послужить Отечеству, людям. И вот пусть праздник Пресвятой Богородицы напоминает нам в том числе о великом даре жизни и о том, что каждый младенец призван Господом нести какое-то свое служение. Вот Божья Матерь, она является удивительным примером этого служения. Помолимся ей и постараемся сохранить верность Господу. Пресвятая Богородица, спаси нас!